Хорошо, друзья, Mirage. Дело в том, что Mirage — это карта, которую Virtus.pro играет традиционно много. То есть это карта у них в пуле, я только что смотрел, буквально там они 16 карт сыграли за последнее время. Понятно, что в этом составе они сыграли карт немного, потому что это совершенно новая команда. Но то, что эта арена очень подходит команде Virtus.pro, тут как бы я вообще спорить не буду. А учитывая то, что это best-of-1 формат, и они вроде как ребята поопытней, нежели команда Pro 100, все-таки мои предпочтения здесь ближе к полякам. Мне кажется, Pro 100 тоже могут хорошо отыграть. И вот мне не разошлись. Мне кажется, что парни, понимая, что это не матч на вылет, можно расслабиться, еще будет игра, если что, сегодня еще на серии BO3, могут сыграть в открытый такой хороший КС. Снайпера могут поработать неплохо, и я, наверное, даже где-то ближе на Pro 100. Слушай, ну в таких матчах вообще, для подобных команд, для подобных команд это шанс, вот для команд а-ля Pro 100. Если Virtus.pro понятно, они сейчас переформатировались, им нужно как-то вообще, в принципе, показывать результат вообще, это не обсуждается, то Pro 100 это команда, которая находится в стадии роста, и вот для них эта победа была бы очень важной. А победа над Virtus.pro в группе, сразу выход из группы на vplay, это очень даже неплохо, очень даже солидно. Да и Мираж, вот действительно, если там, знаешь, пропрутся, где-то чуть-чуть еще и зайдет, и пойдет, ну, как раньше говорили, если пропираются двое в команде, то команду такую невозможно остановить. Ну да, да, иногда этого хватает, иногда просто хватает, да, действительно двух человек, которые просто будут разваливать. Вот сейчас Норберт, правда, проиграл матч, но был очень хорош. Ну, Бумыч был, но очень, да, его действительно не хватало. Вот был бы Бумыч хотя бы, да, там плюс-минус на, хотя бы процентов там 20 слабее, да, там, как того, как отыграл Норберт. Может быть, действительно унистрайк сложилось бы, но это была очень близкая игра, и вся игра решалась в моментах. Ну, кто пропустил, друзья, советуем пересмотреть, на YouTube-канале, конечно, вы найдете это видео. Ну, а нас ожидает матч в Виннарах. Группа Б, друзья, просто, конечно же, будет сейчас показывать, попытаются, по крайней мере, показать нам неимоверный Мираж, обыграть Virtus.pro, но, опять же, на ВП уже давненько давит результат, нужны победы и хорошие результаты. Ну что, поехали. Новый состав у нас, тоже интересно смотреть за этой командой. Наблюдал я Dead Rain против коллектива Gambit, игра была интересной, и там мы увидели много открытого Counter-Strike. Virtus.pro с бомбой в коврах, что интересно, и вроде как фейкуют под базой B. Так, есть один набор дыхузов, обратите внимание, у Def plus Smoke на точке A. Ну, и, к тому же, по отжиму на телевизоре есть у нас Айван, и посмотрим, там контакт будет сейчас, фраг. Есть фраг. Так, все хорошо, отличное начало, но здесь же Сначи убивает Кензора, и выход на А. А бомба, есть информация по бомбе, как же Def здесь ошибается, играет под смоком, в итоге Бьяли делает минус. Устанавливается пакет, ретейк будет уже 2 в 3. Да, сложнейшая ситуация, но диффузы где-то здесь на точке, по идее, с ними разберутся, но с фрагами это уже посложнее. Айван фуловый против 58 Snacks, Snatch 47, есть инфа... Ой-ой-ой-ой. Да, просто без шансов здесь позиции не было у Айвана, и его довольно легко перестрелял Snacks, и Virtus.pro забирает первый раунд. Немножко сумбурный такой получился пистолетный. Было видно, что Virtus.pro активно фейковали под базой B, но их прочитали, опять же, была позиция, которую поджал в мидле игрок команды Pro100, и, в общем-то, просто понимали, что происходит на карте, но этого не хватило. ВП просто зашли на точку и развалили, и все. Да, в итоге это действительно все свелось просто к банальной перестрелке. Решили просто сделать ForceBuy, это два скаута, один UMP, Диггл у Кензора, и также у Дефа. Virtus.pro играет довольно широко, один игрок под базой B, два игрока под базой A, один в коврах и в яме, ну и два... Также поляка отвечает за мидл, бомба лежит все еще на терреспауне. Ну что же, посмотрим, как сработают скауты, конечно, было бы неплохо найти парочку, хотя бы один entry kill, Айвану и Якиндеру. Но если не скауты, то, опять же, вот когда начнутся оружейные раунды, эти два авика действительно очень хорошо работают, и Якиндер замечательно попадает. Ну и здесь можно еще, в общем-то, попробовать взять раунд, почему нет. Virtus.pro медлят, пока время играет явно против них, просто стоит 2-1-2, Якиндар играет на перетяжке. Перетяжке, в общем-то, он сейчас вообще уходит на марки, то есть просто реально думает о том, что это, возможно, будет выход на базу B. Немного рискует, да, оставляют без контроля окно, там подсадку, но есть игрок в шарте, Кинзор, и, опять же, третий игрок уже на точке B, грубо говоря. Посмотрим к смаках, Кинзор. Ближняя дистанция, фармганчики, возможно, как раз свои фраги он здесь и соберет. Очень удачный дым, он застопил здесь команду Virtus.pro. Сейчас на форус хаешка залетела неплохая, и Якиндер немного пострадал там на лавочке, но 55 хп. Кинзор в упоре, ледер рум, пошла перетяжка, они заняли зиг и решили уйти на базу A. Как не повезло сейчас Кинзору, просто пули не хватило в этой ситуации, и была же инфа, что перетяжка, вот тут бы фраг, уже фраг от скаута, но ВП очень агрессивно действует, контролит абсолютно все позиции, джангл минус нуль, Яму знают, бомбы ставятся. Это очень простые 2-0 пока для команды Virtus.pro. Да, казалось бы, просто вроде как неплохой мув совершают, угадывают и укрепляют базу B, но Virtus.pro, заняв шорт, как раз-таки решили поменять направление атаки, ушли на плент. Удачно разыграли, все позиции перекрыли, и, в общем-то, это второй раунд. А просто будут делать еще одно эко, поскольку в этом был Force Buy. Это 2-0 для Virtus.pro, ну и не самое хорошее начало для просто, но, опять же, это только начало, да, все еще впереди. Да, вот если дальше следующие там пару оружейных раундов забирают Virtus.pro, то уже будет все-таки неприятная ситуация. Но даже тогда там будет счет 6-0, и как бы серия проигранных раундов, а это значит экономика будет у защиты. В общем-то, борьбы однозначно еще будет много, попыток все-таки выиграть этот старт и битву за экономику. Ну и, конечно, задача ВП, вот, выиграть начало, чтобы как меньше, как можно меньше появлялось это двойное ВП на карте. Ну и, в принципе, когда нет авика в защите, вот против Простой, я думаю, сейчас пойдет игра у ВП. Два фармгана у Virtus.pro, сейчас 3 АК 47-х, опять же, довольно широко они действуют. Ранний контакт под базой B, Снекс кидывает молотов на машину. Тут, вроде как, просматривается небольшое укрепление у Простой. Снекс, на самом деле, здесь просто врывается для того, чтобы собрать информацию. Айван решил зарезать своего оппонента, не получилось. В итоге Дэв добирает Снекс, ну а выход мы видим на базу A. Да, уже будет установлена бомба, секунды на секунду, никого здесь даже близко нет. Из команды Простой все на B, и это очередной простейший раунд для ВП. 3-0, отличное начало, где-то подфармили. Особо девайсы, в принципе, не теряло команду. Мы сейчас увидим, экономика будет довольно неплохой. Причем Снексу даже удалось избавиться от этого фармгана. Будет лишний мощный девайс в следующем раунде. Ну и, в принципе, начало неплохое. Но ждем первые девайсы. Непростой будет раунд, в принципе, для команды Простой. Всегда это нервно, когда вы проигрываете пистолет, но его нужно затащить. Тут еще вопрос в том, что ты вынесешь с этого раунда, понимаешь? То есть по факту это маг десятка, которого сейчас Простой сейвят, и просто пистолеты. В итоге Снекс идет фармить. У него это получается, просто без шансов он здесь зарабатывает. 600! 900! Нет, все-таки деф его угомонил, но, опять же, в сохранении все тот же фармган. Virtus.pro 3-0, Pro100 сейчас будут покупать. Ну и вот теперь ждем ответа от Простоков. Ну, у ВП все понятно, докупили авик плюс калаш. Снекс будет работать на ВП. Ну и двойной авик со старту разыгрывает ребята из Pro100. Но, опять же, об этом знают ВП, об этом знают все те, кто смотрит за командой, просто и вообще за CS GO. Но вот вопрос, какие варианты будут у ВП и как они разыграют первый оружейный раунд. Пока что бомба идет в направлении Б-планта. Нет, это дефолтный выброс планта. Ну и очень аккуратный раунд, не занимают центр. И, ну, грубо говоря, начинают с дефолта. Обратите внимание, интересно, что просто поджали ковры. Очень нравится мне это решение. При этом деф с фармганом идет дальше. То есть решили не, скажем так, дальше собирать информацию по карте. И позиция у дефа очень-очень хорошая. В общем-то остался у нас на А фларич и Айванса ВП на тикетбоксе. И при этом можно сказать, что все-таки база В ослаблена у команды Pro100. Да, ну и тут, конечно, снайперу нужно делать ветер. Как минимум два фрага нужно сейчас здесь выжимать в этой ситуации. Хотя мы видим, что подтянулось. Пакин, Зор пошел. Фларич перемещается потихоньку уже. Чекает, чтобы никто не заполз в джангл, нет ли там подсадки. Ну и опять же хорошая позиция у дефа. Но мы понимаем, что скорее всего это все-таки уже будет прямолинейный выход на точку B. Хотя, опять же, ВП очень интересно разыгрывает. Они пока вот просто так не выходили. Все равно какие-то фейки, перетяжки минимальные. Но они есть. Ну вот сплит-выход на базу B через шорт и B дом. Бомба там. Сейчас на Екендара нужно смотреть. Он СВП должен здесь принимать. Мажет. Как же обидно. Все складывается здесь для Pro100. Ребята даже не выстрелили. Ну, выстрелили, но не точно. Пора просыпаться. Пора просыпаться вообще, парни. Потому что все-таки Best of One. Так вот раз проспали, два проспали. На табло уже 7-0 будет. В этот момент очень плохая, очень хорошая экономика у соперника. Слишком легко этот раунд забирает Virtus.pro. Простейший раунд. Один отжали центр. Один прикрывал в коннекторе. Два шорт, два лонг B. И как-то очень просто. Тем не менее, там и авик принимал. И уже хилпа подтянулась. И никто не смог даже фрага сделать. Да, довольно легко дали entry в зиге. И потом пошли дальше ломать. Опять же, снайпер внутри плента не справился. Это был Екендар. Да, это четвертый для Virtus.pro. Денегу просто дальше не будет. Авик не удалось засейвить. И пока это, конечно, провал. Начало провалено. И тут не дать не взять. Как бы результат на табло. Нужно успокоиться. То есть не то, чтобы даже проснуться. Может быть, какое-то волнение. Хотя, опять же, команда просто довольно опытная. Уже ни одни квалификации, ни один онлайн-турнир они отыграли вместе. Ну, видишь, не взяли пистолетку, зафорсили. Не взяли первооружейный. Вот уже 4-0. И ты тут думаешь, что делать. Есть у DEF 6-700. А раньше при такой экономике было бы 5-0. Помнишь, как раньше все было? То есть сейчас вот эти вот все-таки 2000 они решают. Ну, кстати, я прошу прощения. Все-таки я, наверное, ошибся. Потому что здесь-то просто решили форсить. Да. Хотя, если бы они форсили при старой экономике, то все равно бы в третьем у них закупа не было. А сейчас у них при форсе во втором, в третьем, нет, в третьем эко. Четвертый сейчас был. Что-то я совсем сбился. Короче, я что хотел сказать. Что буквально недавно была статья на HLTV.org по поводу того, как изменилась мета после экономики. И какие там была выведена статистика, какие счета в среднем выходят. Так вот сейчас с новой экономикой счетов, которые были раньше 0.5, 0.6, 0.7, их стало меньше. Потому что экономика позволяет, скажем так, ломать раньше. То есть не уходить в глубокий загул. А за атаку с любом и поставил в пистолетке, у тебя вообще там вариант теперь. Да, да. Ты можешь нормально закупиться и во втором раунде все бегать там с галилами с тяжелыми арморами как минимум. Друзья, промокоды, пожалуйста, вводим на сайте vplay.tv. Там есть раздел коды. Туда вводим и, в общем-то, принимаем участие в розыгрыше. Плюс появился вариант еще сыграть, например, с одним калашом. А в следующем, если что, в четыре девайса сыграть. У нас Na'Vi такое любит очень. Да, это любимая, возможно, фишка у ребят в такой момент. Ну что, поехали дальше. Пока ничего супер страшного не произошло. Друзья, опять же, это был только один оружейный, пистолетка, немножечко экономических. Придется, конечно. Интересное решение, кстати. Айван купил авик. Это ж, помнишь, у дефа были деньги лишние и решили все-таки сыграть с одним АВП. Ну, вот как раз мы с номинарием. Контактный выход. Теперь один авик, но здесь без шансов. Минус два. Фларич немножечко отвечает. А вот и АВП. Ну что, три в три. Девайсы подберут или нет? Нет, пока что нет. Ну, сложно, сложно. Там, потому что девайсы лежат внутри плента. Айван играет через коннектор. Бьяли продавил джангл. Пакет все еще не стоит. Откидывается хороший смок от Бьяли. И Virtus.pro имеет время для того, чтобы перегруппироваться. Не поджали в спину. Я думал, может быть, там пойдет в спину кто-то поджимать. Но нет. Переместился Айван вообще в апдаун. Там остается чекает джангл. Они понимают, что, возможно, где-то здесь есть игрок. Но что с диффузами? Их тоже нет. И что делать? Идти вперед. Давай авикс. Ну, сейвить авикс, скорее всего, будут пытаться отследить соперника. А вот тут нужно идти. Да, это фри-фрак. Тут же отвечает Миху. 2 в 2 ситуация. Кензер заходит на голову. Время играет сейчас явно против просто. И уже нужно принимать решение сейвить или же идти дальше. Ну, Айван только прибежал. Вот он с кухни до Длупана. Ну, не с кухни, а с окна там перетягивался. И просто нет времени. Просто нет времени. Ну, изначально был такой план. В приоритете был сейв авп. Плюс калаш успели забрать. Ну, в принципе, тоже неплохо. Посмотрим, что будет дальше. 11 тысяч убьяли. 8 200 снэча. Там десятка была у Туау. Это, конечно, уже очень серьезно. Это только счет 5-0. А там уже такие деньги. Да. Это хорошо. И такую экономику сбить просто будет крайне тяжело. То есть в том плане, что им нужна сейчас очень хорошая серия раундов. Традиционно 2. Ну, и дальше как пойдет. 2 ВП сейчас в обороне. Это Айван и Кендаркин. Зор Фларич играет с винтовками. М4 и АК-47. Ну, и деф на Ауге. Вот он, собственно, деф делает. ВП через коннектор. Здесь пока довольно пассивно играет Virtus.Pro. Выхода на центр карты нет. Фларич пытался только что продавить яму. По-моему, они там заметили друг друга со снэчи. Но по итогу решили разойтись. Уходит снайпер команды Virtus.Pro. Скорее всего, сейчас он понадобится здесь в центре карты. Если будет какой-то ретейк. Либо на Б пойдет отстреливать. Вот смотрим за номером 6. Ну, вместе. Ну, снакс выходит в соло из интерпасса. Здесь укрепление медла просто. Там будет вдвоем. Молик. Так, есть у нас размен. Деф делает фраг по миху. Тут же отвечает в идеале. Ну, Virtus.Pro решили зайти на центр карты. Как же хорош. Здесь снэч. Он сделал очень важный минус в окне. Экендар погибает. И просто в меньшинстве. Какой четенький ретейк. Вообще, что просто происходит у ВП? Они их переигрывают тактически очень жестко. Так, вдобавок ко всему, они их просто перестреливают. Тут пока так карта не выиграется. Что происходит? Парни, собраться. Да, ВП играют хорошо, но здесь пока что просто немного отсутствует. Просто без шансов вообще. Просто отсутствует на сервере, ребята. Притом, перед этим раундом мы видели, что была пауза. То есть явно там тренер команды просто Арсений Синя-Треноженко пытался внести коллективы в игру команды. Однако этого не хватило. Синя по-прежнему в Таиланде, да? Вот он оттуда руководит командой. Не знаю. Последние сторис были из Таиланда, но не знаю. Вернулся? Ну, на сервере вроде точно сидит. Вроде сидит на сервере точно. Так, 6-0. Это закупка. Да просто, опять же, надо что-то уже делать, что-то менять, может быть, что-то поджимать. Вот давай пофантазируем. Вот что можно в такой ситуации вообще сделать? Как проснуться? Мне кажется, им нужен какой-то все-таки был пассивный такой дефолтный раунд. Отдать. Ну, не как сейчас. Отдать мидл? Ты имеешь в виду сыграть просто закрыто? Сыграть закрыто, принять точку дома. А, Б, поверить в снайпера, поверить в энтери киллы на заходах и потом дальнейшей игры на размене. Вот просто успокоиться. Немного дефолтика, потому что вот что они делают, какой-то сумбур происходит пока что у ребят. Но я думаю, вот дальше оружейные, конечно, пойдут. И пойдут раунды для просто, но уже. Факт остается фактом. Это 6-0. И начинается выход на точку А4. Яма 1, ковры под раскидочку. Залетают на точку ВП. Ну, вы видите. Смоук джангл, смоук длпан. О, выбили. Фларич, отлично. 5 в 4 ситуация. Тут же на голове деф еще и делает один минус. 5 в 3. Пакет все еще не стоит. Виртуз Про, в общем-то, неплохо раскидали. Однако мы видим, что просто отлично работает на обороне. А Плэнтаб. Яли отвечает. 2 в 4 ситуация. Все еще не подключился через коннектор Екендар. В спину заходит Кензор. Виртуз Про должны проигрывать этот раунд. Да, бомбу не подобрать. Нужно подойти на Плэнт. Уже наступить лицом просто на снайперский прицел соперника. Но, правда, вот здесь, возможно, Фамас немного пострадает. Хотя Снэч и падает на сэндвич. Но, скорее всего, тут его должны просто принимать. Ух ты! Посмотрите, что происходит. Спину за контролем Бьяли. Но Екендар тащит эпизод против Снэч. И в итоге бомба по-прежнему остается на точке А. 20 секунд до конца раунда. И это сейф от Блинского. Но неплохо просто. Вот, в принципе, то, что я и хотел. Просто принять. Вот, с дальних позиций никуда не лезть, успокоиться и принять. Но, хотя ты обратил внимание, что Virtus.pro, когда раскидывали, у Pro 100 на Планте никого не было. То есть, все позиции были такие глубокие. То есть, они вот, когда уже делали вот этот врыв такой, да, это уже было такое. То есть, это такой полуретейк. При этом еще, конечно, очень повезло то, что выбили бомбу. Я сам не люблю такие ретейки. Я всегда говорю, что кто-то должен оставаться там в Планте. Хотя, ну, опять, сейчас такой контур-срайк. У вас в каждом раунде должна быть фишка. И это, Браун должен расписаться не под конкретную позицию, а просто под всю команду. Так и есть. 1-6. Virtus.pro проигрывает первый раунд. Pro 100 начинают уже, возможно, свою серию. Но... Главное, не обнулиться сейчас. Это очень важно. Потому что ресет может просто похоронить всю игру полностью. То есть, тут может все закончиться. Миху выходит. Посмотрите, из ямы уже ждет соперника. Не знаю, слышал он ли Фларича. Ну, подозреваю, что, конечно, в Планте кто-то может быть. Но вот в ответ его, по-моему, чекают. Простейший минус для Фларича. Ну и хорошее начало. Энтеркил большинство. Куча времени. Можно сейчас перестроиться полностью ребятам из Pro 100. А вот у Virtus.pro появляются первые проблемы в этом матче. Миху решил проявить инициативу и был наказан за это. В общем-то, такое ощущение, что Фларич просто знал об этом. Хотя, знаешь, вот я посмотрел первые стартовые раунды. У них таких много было инициативных, таких интересных раундов. Но все получалось. Тимплейно это, видимо, на Кураже решили продолжать. Опять же, учитывая то, что это не матч на вылет. Сейчас все получается. Вот когда на ВП ничего не дают, я смотрю, им действительно удается играть хороший КС. Да, довольно легко играют. Начинается раскидка сейчас на базу Атом. Два опорника. Один на тикетбоксе, второй внутри Планта. Уже третий потянулся на Джангл. Заход будет три через яму у поляков. Ну и что-то они медлят. Медлят, боятся. Подвал уже прошел Снакс. Отличные фраги, как так, минус от Ау, минус от Снэча, минус от Снакса. И все, нужно сейвить. Просто буквально паузу какую-то выдержали. Вообще, очень все это странно выглядело, потому что пошла раскидка. Выхода полноценного не было. Просто, ну, просто пауза. И все. И вот то, о чем мы говорили, то, чего мы боялись. Вот этот ресет экономики сейчас может полностью разрушить игру команды Прусто. Прежде всего в обороне. Да, ребята попробуют закомбетчить в атаке. Да, будет попытка, но посмотрите на это. 1900, 3000, 1850. Тут еще вопрос. Есть ли смысл сейчас делать ЭКО? Потому что в следующем они получат по 2400. Ну... Ну и с М-ками первым армором. Такое, да. По гранатам будет скромненько. Да, решили все-таки сделать полуфорсик. И в следующем будет тоже полуфорсик. Соответственно, это потенциальный выход для Virtus.pro даже может быть на 9.1. Ну, скорее всего, наверное, так и произойдет, если все-таки не покажут нам пару зажигательных моментов игроки команды Прусто. У нас быстрый выход, темповый на точку А, без гранат заходят ребята из ВП и уже минус 3. В принципе, раунд уже практически завершен. Но один калаш сейчас выпадет, это минус от Кензора. Подобрать, кстати, пока не собирается Якиндер, да, и вряд ли получится. Так, тут же делают фраг в Яле в коннекторе, забирает он Кензора. И Якиндару было бы неплохо, конечно, засейвить АК47, но просто поляки не отдадут этого сделать. Сейчас обрати внимание, что Virtus.pro очень часто использует вот такую фишку контакт-ковры. Либо контакт-ковры, либо яма. То есть они выходят О, 5, 5, Л, О. Если я все правильно понимаю, если это не 0, это, скорее всего, О. Или это 0? Это 0 или О, как ты думаешь? Ну, это если 0, да, то должна быть диагональная линия. Ну, непонятно. Друзья, в общем-то, у вас есть шанс, попробуйте разные варианты. Заходите на сайт PplayTV, вводите там в разделе «Коды» и принимайте участие в розыгрыше скинов. Так вот, на «Мираже» я считаю, это вообще очень правильная штука. Иногда просто выходить без гранат. Да, это неплохо. Потому что ты даешь первый смог, еще и летит, тебе уже в ответ 5 прилетает. То есть, ну, по первой гранате понимают, что ты делаешь. Да иногда просто выйти из ямы и повесить хэдшот — это то, что нужно. Зевс от Айвана. Три хэшки, возможно, будет. Да, проброс сейчас ямы, но мы видим, где ВП. Ну, разве что в коннекторе их сейчас могут этими хэшками закидать. Да, какой-то фишечный у нас раунд. Сейчас просматривается просто задумка и есть. Четыре игрока внутри планета, есть гранаты. Полетел смог в коннектор от Virtus.pro. Но при этом мы видим, что бьяли здесь соло с ковров, а четыре игрока у команды Virtus.pro находятся в медле. Ух ты, идут. Выход будет через коннектор. Идут в коннектор. Ну что, если сейчас зайдет четко инфану, здесь смог мешает. Либо по таймингу, парни, давай хэ в коннектор хотя бы одного зацепить. Нет, он слой, братан. Пошла хэшка. Так, выживает снакс. Все-таки делает он фраг, но тут будет просто тир. Якиндар с фларичем делает по фрагу. Но, опять же, два в три ситуации. Здесь без арморов будет очень сложно. Так, шорт, шорт, шорт. Там сейчас будет перестрелка. Тут вовремя остановился Айвон. У него Зевс еще есть, не забывайте. Возможно, он там кого-то сделал бы сюрприз. Но нет, возвращается бомба на точку. Все, есть вся информация. Дупан и игрок, которого только что видели. В общем-то, это девятый раунд для ВП. В принципе, что мы и предполагали. Очень уверенно. И уже мы понимаем, что у них денег чуть ли не до конца этой половины остается. И какие-то раунды они, скорее всего, еще выиграют в атаке. А это похоже на какое-то избиение. Я немножечко разочаровывал в действиях. Просто не заходят свои ставки. Смотри, начало не пошло, потом раунд взяли, обнулились и все. Это есть такие ряд игр. Вот я знаю одну команду в мире, которую нельзя сломать. Это Астралис. Вот Астралис выигрывает катки Инферно, буквально, когда это было перед Новым годом. Не помню, какой турик. Короче, суть не в этом. Они играют в обороне. У них за диффенс на Инферно три ресета. Три ресета. Они играют 5-10, то есть берут 5 раундов. То есть при всем, при трех ресетах, 5 раундов, это очень хорошо. То есть я тебе так скажу. После этого они переходят и начинается вот этот, знаешь, типичный Астралис, который просто видит всю карту, вот просто вот так вот, как открытую книгу читает. Это, наверное, единственная команда, которую нельзя сломать ресетами. В целом, если у вас идет игра таким образом, что у вас один ресет, второй ресет, очень тяжело поднимать потом голову. Знаешь, вообще их обнулить очень сложно. В первую очередь, если говорить о команде Астралис, эти ребята, опять же, ты вспоминал Инферно. Они могут два раза, если ему там неудачно, и они разыгрывали большинством на точке А, если им заходят на точку Б, они могут два раза подряд даже, это было в матчах, просто вот раз в пятером засейвили, два в пятером засейвили, но, по крайней мере, они устроятся в пушках, и в следующий раунд играют с девайсами. И вот доводят этого момента, когда они все-таки берут этот раунд и потихоньку-потихоньку вытягивают. Это, конечно, сказочная команда, но в этом году, я уверен, у них будут очень серьезные проблемы. Я уже слышал от тебя предиктены, да. Я понимаю, потому что на самом-то деле вся сцена будет сейчас за ними тянуться, это очевидно. И мы видели концовку года, уже проблемы, уже реально в матчах дают. Да. Частенько соперники жару. Хорошее начало, здесь кинзор открывается в Б-доме, доигрался там снач, слишком он открыто действовал. Ну что, есть позитив для простой, это энтри-фраг? Ну, второй энтри-фраг мы видим от простой, но это тот фраг, когда именно ВП себе позволяют лишнее, когда Миху выходил из ямы, вот сейчас сначим под Б. Тем не менее, 4 в 5, я думаю, у парней есть варианты. До этого, кстати, они 4 в 5 там разделились, сыграли с небольшим люркером. Мы смотрим, это и коннектор. Оу! Как-то пропустили здесь коннектор, неожиданно. Неожиданно, Якиндар с Аугом делает один минус, также еще можно забрать там красный игрок команды Virtus.pro. А что самое интересное, Бобов в доме, и он убивает кинзора. Это информация для простона, что они могут с этим сделать. Так, есть возврат на плент от Экиндара. Не пойдет, ау, или идет, или не идет, или вместе. Ну что, парни? Да, Якиндар закрывает шорт, и тут же Айван убивает Бьяли. Ну, как-то так уверенно разыграли этот раунд, просто, в общем-то, видно, что нет никакой суеты, никакой возни, все спокойно, все хладнокровно. Теперь нужно в таком же ключе действовать дальше и попробовать все-таки забрать еще 4 раунда в первой половине. Да, выйти на 9-6 было бы неплохо, да хотя бы 10-5, потом надо, ну опять же, это как минимум 10 раундов за атаку выигрывать. Ладно, поехали, поехали дальше, посмотрим, зачем тут гадать. Нам команды сейчас сами все продемонстрируют. Три игрока под точка, это ковры и двое на контроле ямы от ВП. Да, похоже, знаешь, на то, что они сейчас будут как-то пытаться расшатать оборону соперника, учитывая то, что два игрока под Б. С другой стороны, эти два игрока могут хорошо сыграть на позиции люркера, либо подсадиться в окно. Тут уже пошла раскидка на планте. Кстати, непонятная идея, потому что Virtus.pro не выходят под эту раскидку. Не-не, они все сделают холд и повторят, наверное. Да все, вот пошел первый, пошел снэч, пошел подвал, сейчас будут биться за коннектор, но здесь через подсадку хотели сыграть. Но не угадали сами расстановку Pro 100 тоже, в первую очередь. Да, и Кензер отлично сыграл, еще при этом оставил он красным 2AO. Что проблема у Virtus.pro в этом раунде? 4 в 3 здесь, если Pro 100 отыграет спокойно и хладнокровно, без лишних движений, они возьмут этот раунд. А что там по деньгам? А деньги имеют свойство рано или поздно заканчиваться? Ну, еще на один раунд точно хватит, а дальше будет видно. Ну, давайте посмотрим, что сейчас делает ВП. 50 секунд в их распоряжении, перетяжка по точку B, бомба уже потихонечку направляется в направлении плента. Также игрок в подвале не забываем, ну и тут уже двое. Дэв, если что, сразу же по первой инфе от Экиндера развернется и будет работать с окна. Но главное не получить Экиндеру сейчас, первое не отлететь, чтобы не потерять позицию на точке. Да, он как опорник максимально важен. Все-таки через Туау вот рискуют в соло, очередной соло запуск сейчас от ВП и только после контакта Туау пойдут игроки на точке B. Ну, если таймер не подожмет жестко. Кстати, неплохая идея, откидывает две флешки, тут максимально пытается разыграть фейк, при этом понимает, где оппонент еще и красно забирает своего! Без ЭВИ! И тут выход на единичку! Чекают, вот это да, и не забрали игрока с бомбой, какая жесть происходит, бомбка с бомбой плента, дэв знает, что здесь один, Туау далеко, но не справляется с Миху. Ай-яй-яй-яй-яй, как же царский, как же ювелирно красиво разыграли Virtus.pro! И Туау красный вообще, ну не то чтобы там без шансов, но немного шансов у него было убить оппонента, который находится под коврами, и он сделал это! Вообще четко знал! И опорник на B ошибся, и киндер тоже, да, вроде казалось бы, позиция была под B коврами, то есть, ну вот, вот здесь вот, где сидит. Нужно было убить одного игрока, который с бомбой упал, и все! Да, я тогда бы хватило, хотя, ну не знаю. Там сразу хелпа была от дефа, и уже было бы гораздо проще. И опять ресет, ты понимаешь? Вот опять ресет. Как при такой игре взять пять раундов в обороне? Да, никак. Вообще никак, это может сделать команда Астралис. Ну ладно. Ого, ну ладно. Эко делает просто, Virtus.pro полностью контролирует свою игру, мы видим, что даже те ситуации, в которых у них меньшинство, там где они чувствуют, возможно, себя не совсем комфортно, они тем не менее с этих всех моментов выходят с высоко поднятой головой. Вообще снах, снэчи, как у себя дома. Да, легко играют, чувствуется вот эта вот легкость. Приятно смотреть сейчас. Судя аналитики отмечала, снакса на этой карте, и не зря отмечают ребята, ну просто действительно домашняя карта. Вот такое прослеживается у определенных игроков на определенных позициях, что этого парня просто там не пройти. Но здесь действительно коронная фишечка, все залетает, и пока у просто большие-большие проблемы. Тут уже мы думаем, реально ли дать такой камбэк вообще, в теории, с такого жесткого счета. Не верится пока в камбэк. Ну смотрим, сейчас разыгрывают Virtus.pro против пистолетов. Здесь удалось кинзору сделать минус, но тут же его должны угомонить. Миху делает два фрага, снакс также забирает своего оппонента. Фларич последний на Аплэнте, несолон охлебавший, минуты до конца пакет сейчас в Virtus.pro поставят и, конечно же, заберут 11 раунд в свой актив. Сегодня Аковры минимально разыгрывают команды Virtus.pro, буквально один раз мы там видели игрока. Вообще все очень быстро, динамично у них получается. Передвижения по карте довольно интересные, ну и вообще видно, что понимание миража на высшем уровне у этой команды. Пока, друзья, ну что сказать, 11 раунд для команды Virtus.pro. В принципе, ребята могут выйти и на все 13, вполне легко в этом матче. Ты знаешь, вот легко выйти и так же легко они играют. То есть игра им дается легко, обрати внимание, у нас даже нет клатчей, у нас нет близких ситуаций. И это говорит о том, что Virtus.pro просто на голову сильнее сейчас своих оппонентов. Сейчас парни понимают, что либо будет там большой дефицит гранат, вот ребята из Virtus.pro в следующем раунде, либо все-таки какой-то еще один экономический раунд. Что там вообще по деньгам? 3400, 5700, 3400, 3400 покупают. И вот понимая, что у соперника там может где-то молика не будет, где-то какой-то гранатки, хотя нет, гранаты тут закупаются. Фармган у Айвана, нужны гранаты однозначно. Ну по гранатам довольно все неплохо, я тебе так скажу. В принципе, учитывая опять же обстоятельства. Но нету АВП теперь, ни одного, ни второго, и это тоже меняет. Абсолютно весь расклад на карте, но тем не менее, смотри, раскидались? Нет. Пока, конечно, запас остается. Очень важный смоки, также на Мираже. Два шорта играют сейчас Pro100, там в ледеруме уже закрепились. Один в коннекторе, один на тикетбоксе. Полностью отдача аплента от Pro100 и один опорник на B. Классное решение. Ну, понимаю, что может быть будет один АВИК, но скорее всего на второй точно не хватит. И выходят уверенно по свою раскидку на точку B и уничтожают. Ну вот, тут все понимают, все правильно делают. Все шикарно. Знают свои сильные и слабые стороны ребята из ВП. Тут просто без комментариев. Замечательная игра. Посмотри, просто как красиво они только что вышли на B. Контактный выход, все смоки необходимые. Ну, все исключительно. Далее entry-frag. Pro100 нет на сервере. Так, видимо, у меня такой матч по-любому один за день должен проскочить, где, к сожалению, кто-то отсутствует. Но ничего страшного. Но, опять же, у Pro100 будет, если они сейчас не затащат и не дадут классный камбэк, будет еще как минимум один BO3 матч. Довольно интересный. Да, за жизнь на этом турнире и за выход, конечно же, из группы. Ну, а сейчас мы выясняем, кто пойдет дальше. Это группа B у нас. Virtus.pro против Pro100. И поляки, конечно, сделали здесь максимум уже работы для того, чтобы двигаться дальше. Ну, как же я не люблю такие матчи. Потому что, ну, как? Ну, невозможно. Просто 5 в 0 в сухую. Туда пошел, убил. Там пошел, убил. Там пошел, убил. Но, к сожалению, а может быть даже и к счастью, игра такая. И в этой игре иногда происходят вот такие вот моменты. Кто-то просто на голову сильнее своих оппонентов. Друзья, победили с этого матча. Завтра проводят третий четвертьфинал. И играет против команды Optic. Неплохо. Хорошая пара просматривается у нас уже. Ну, можно сказать, что Virtus.pro сделали огромный объем работы для победы. Спасибо Тафа. Но, да, Virtus.pro, Optic на бумаге будет смотреться довольно... В целом смотрится довольно неплохо. Но! Друзья, я не знаю. Давайте призовем шаманов. Давайте постучим в барабан, в бубен. Откроем окно, покричим. Позовем команду ProSto на сервер. Все подумаем о камбэке, да? И вот если все подумают, то, может быть, они начнут тащить. Не знаю, не знаю. Вообще, кстати, вот если сейчас не потащат, то дальше еще одни поляки из KingWin. В БУ-3 матч сегодня ожидают проигравшего этого матча. Да, KingWin отправили у нас уже гамбит домой. Так они уже не KingWin, да? Они, вот, да, была информация, по-моему, вчера, где у нас, по-моему, в чатике, да? Что Black... Black Devils. Black Devils. Такое устрашающее. Таз спустился во все тяжкие, решил там на старости лет раздать пирогов. Почему бы и нет? Так, а смотри, большинство у ProSto. Тут как-то Virtus.pro до сих пор, при всем при том, что они сделали огромный объем работы, отличный выстрел, большой объем работы для того, чтобы поставить пакет на базе А, они как-то умудрились растерять все преимущества, и уже ситуация один в три. Классический последний раунд в половине, либо в матче. Вот такое происходит либо в конце первой половины, либо уже при счете там 15, уже при матч-поинтах, да? Команда, которая проигрывает, берет диглы и по-любому каким-то образом тащит этот раунд. 3-12 в обороне, конечно, это слезки. Это слезки, слезы, горе, сени, горе, расстройство. Но да ладно, я думаю, что он как тренер уже привык к тому, что команда иногда проигрывает, иногда выигрывает. Друзья, промокоды не забываем, разыгрываем скины. 6-1-3-1-3-1. Ни одной серии в защите. Вы все видели сами, мы все это время говорили. Да, мы об этом говорили, что когда у тебя ресет, поднять голову очень и очень тяжело. Но будем надеяться, что сейчас просто хотя бы возьмут пистолетку, и мы немножко дольше посмотрим на эту карту. Потому что вот когда карта без экшена, без динамики, совсем скучно. Знаешь, как смотреть футбольный матч, в котором две команды сидят в обороне. 0-0 же тоже разные бывают, да? То есть, ну вот тут именно как раз тот момент. Хотя нет, это даже нельзя сравнивать с футбольным матчем. Потому что здесь вынос в одни ворота, фактически 13 в атаке, это очень много. И чем теперь ответят просто? Смотрим, друзья. Ну давайте, да, давайте поверим, что просто получится вернуть интригу в эту встречу. Собраться из пистолетного, либо с форс-раунда, просто продемонстрировать нам всем хорошую серию. Там 5-6 раундов подряд, немножко психологически вернуться, набрать экономику, заставить волноваться соперника. Но пока нужно забрать пистолетку. Итак, 3 миддл, 1 яма, 1 коврит. Так играет просто. Так, тут очень рисковал игрок команды Virtus.pro. Просто довольно быстро занимает коннектор. И киндар врывается, сейчас должен в упоре забирать своего оппонента. Каким чудом! Вот как так, Леша? Не знаю, ну просто мне хочется здесь плакать, друзья. 4 в 3 ситуация в Virtus.pro. Отлично сыграли, остановили коннектор. И у просто нет возможности даже пока поставить бомбу. Совсем чуть-чуть не хватает для того, чтобы сделать фраг. Дев отвечает. 2 в 3 ситуация. Дев все еще живет. Бомба лежит буквально под ногами Virtus.pro. Тут очень хорошие позиции, перекрывается все. Все понимает, и вся информация, и только суперстрельба. Нет, нет, еще раз нет. Наверное, не спасет уже просто. Фларич дает, конечно, размен, но 1-2, Фларич. Ну тут, кстати, есть шанс, если он сразу одного вырубит, вот как сейчас. Нет? На голове. Есть инфа. Он понимает, где один, где второй. И эти решили запушить. Но как же это было близко. Все-таки вдвойне получилось пикнуть у Virtus.pro. И потащили. Сложнейший все-таки пистолетный раунд. Действительно, все было на волоске. 13-3. Три раунда до победы УВП. Ну и что? Форс? Да. Во все тяжкие. Во все тяжкие пускаются. Это лын от команды Pro100. Ну, поехали. Итак, три МПхи, два Вемкин. В руках команды Virtus.pro. Мы видим четыре первых армора. Биали без каски работает. Но я думаю, у него будет более сейвовая позиция. Хотя, снэчи... Что? Туал? Что? Э? Ребята, что произошло там? А, я так понимаю, одного убили в андерпассе. И еще где-то. И в окне, видимо, скаут получил. Ну что, верим в камбэк? Может ли... А, кстати, ну почему нет? Ну давайте. Давайте поверим. Давайте хотя бы на какую-то небольшую дистанцию представим, что команда Pro100 вернулась на карту. Нет. Спокойно прожимает яму. А снэксы делают фраг. Обидный момент. Мог забрать снэкс сейчас игрок. 25 хп остается у поляков. Но, тем не менее, это уже 3 в 4. И сейчас кто-нибудь из них еще... Например, убьяли сейчас. Бьяли Миху, две Мкин, на них вся надежда. Они должны сейчас просто спасать этот раунд. Снэкс, он уже практически супер как-то жестко помочь не сможет команде. Только моликом и каким-то выходом в спину четким тайминговым. Ну, кстати, он поджал ковры. Хорошее решение. И мы видим, что Virtus.pro решили сыграть все-таки 2B. И, возможно, он чуть раньше услышит яму. А яма-то не топает. Яма не топает. Да, яма не топает. И по гранатам что? Есть два смока, кстати, у Простой. Это тоже довольно неплохо. Очень важно одним смоком отрезать джангл. Бьяли возвращается в Дулпан. Он уже практически здесь. Сейчас ему дали инфу с Накс, то, что выходит на точку. Но Простой же понимает, что они через ковры не двигались. Они же понимают, что там может быть чел. Да, да. Однозначно должна быть 100% инфа. Мы не чекали ковры. При установке бомбы смотрите аккуратно с этой позиции. Но сейчас будет кто-то байтить. Да, вот Бьяли в этот момент пойдет с Накс. Возможно. Сейчас, да, выход от Снакса должен быть. Януш почему-то решил не рисковать. Смог. Смог дали Бьяли под нос. И он теперь не может выйти. Ждет своего тиммейта. И через смоки будут вырываться под флешки, что ли. А вот отличный момент. Ой, Снакс очень был близок к тому, чтобы сделать минус. Но все-таки его перестреляли. И ребята из Virtus.pro уходят на сейв, друзья. Это четвертый раунд для команды Pro 100. Итак, все-таки хотя бы форс парни взяли. Но учитывая то, что будет 2Мки, тут, конечно, могут появиться проблемы в следующем раунде. Душить они соперников, наверное, не пойдут. Нет. Все в яму. Ну, Virtus.pro, я думаю, будут форсить. Да, то есть у них же сейчас ресет получается. И учитывая то, что есть 2Мочки, наверное, нужно форсить. Да, ну, я бы на таком месте покупал. Опять же, преимущество очень большое. Virtus.pro могут позволить себе здесь рисковать до конца. Ну, по крайней мере, на этом отрезке времени. Можно дегл докупить Снаксу и в следующем купить. Ну, давай посмотрим. Ну. Какое решение. Скибает, да. Скибает. Ну, это логично. Что у нас? Как минимум один фармган. У них очень большой запас по раундам. Большое преимущество. Хотя в такой момент это самая, возможно, главная ошибка. Вы думаете, что у вас есть запас по раундам. Позволяете себе какие-то лишние вольности. Ну, а потом уже, ой, а тут уже почти ничейный счет. И тебя догоняют. Да, у тебя нет экономики. У соперника уже десятка. И все, как всегда. Типичный КС. Ну что, важнейший раунд. Нужно выстоять еще раз. Простой. Вытащить этот раунд. И выбить окончательно деньги. Да, было бы неплохо здесь взять серию. Для простой. Для того, чтобы хотя бы как-то вернуться в эту игру. Проблемы. Миху делает фраг под Дефо. Это было в шарте. Как-то здесь не очень аккуратно отыграл капитан команды Простой. Откидывает также Миху смачок. Там вроде бы и Айван, и Фларыч были недалеко. Но, видимо, они флешку поймали в этот момент. И не смогли выйти на размен в Зиге. Ну и закрылись Простой. Вот это проблема. Они сейчас скованы немножечко. Они... Ну, я думаю, вероятно, сейчас общаются как раз таки о том, что лучше сделать. Оптимальнее какое решение принять. Ну, Якинзор там на коврах на базе А. В медле играет Айван со Скаутом. И вот два игрока про 100 гуляют пока по карте с бомбой на респауне Фларыч. А Якинзор с МП9 под базой Б. Это сплит Б, что ли? Да непонятно вообще. Ты видишь, как они растянуты? Дали Смок, а Айван поймал все-таки Снакса. Вот полетел Смок. Это на старт был или нет? Куда дал гранату номер 2? А вот этого мы пока не знаем. Блин, не давал. А может, и не давал. Молик в окно. А теперь смог под шорт. А вот теперь точно проход на шорт и выход на Б. А там два игрока. А это может быть проблема. Туао откидывает флешечку. Миху играет на хелпе в маркете. Есть мочок под окно. Нужно применять два Смока у команды просто. 20 секунд они решили уйти на базуа. Ого! А там Virtus.pro очень хорошая позиция в коврах. Под коврами оба. И тут просто будет мясорубка. 2D будет всех стирать. Минус 2. Объяли. Айвон на размене. А этот не чекается. Его просто не ждут здесь. Все. Это 14 раунд для Virtus.pro. Какой же ты красавчик. Тут команда Virtus.pro отыграла классно. Понимаешь? Они чувствуя, что у них нет контроля над картой, они просто закрылись и стали 2 плюс 2. И это логично. И в итоге просто сами себя как-то переиграли. Причем перемудрили. Под коврами все-таки это было не 2D. Это была вот эта фишка, когда один... Один светится, а второй просто морозится. А второй просто морозится. Да, отлично забайтили. Жестко. Вообще жестко все сделано. Ну что, Virtus.pro остается 2 раунда до победы в этом матче, друзья. Ну а далее, не забывайте, у нас уже идут BO3 противостояния. Десайдеры. И уже такие мощные, по крайней мере, по количеству карт. Я думаю, и по составляющим на них также. Хорошие зарубы нас ожидают. Фурия возвращается. Фурия вообще. Фурия это вот просто украшение турнира. Не знаю, ребята такие вот прям... Они, конечно, вот видно молодые, дерзкие, горячие. Знаешь, бурлит кровь в середине. Они так же и играют. Вот должен быть оверпасс с WinStrike, да, получается? Почему с WinStrike? Нет, не с WinStrike, но кого нет. Подожди, а, WinStrike проиграли. Это группа А у нас, правильно? Да. Ну да. Скорее всего там точно напикывают на BO3. Ну, хотя об этом уже поговорят аналитики. К предматчевой. В предматчевом выходе. Ну, а мы пока вот все-таки досмотрим эти мучения, ребята из команды. Это точно мучения. И матч, правда, скучный. Матч не получился. Не получился, да. Но, с другой стороны, вот меня радуют поляки. Безусловно, после того, что было в последнее время, да, то, что мы видели вот эти вот конвульсии. Сейчас хороший был мираж. Сейчас был хороший мираж. Был неплохой трейн перед этим с Gambit. Понятно, это матч в интернете, и это не тир-один коллективы, на которые, безусловно, равняется польская команда. Но, да, ты видишь какое-то содержание игры. Ты видишь, что индивидуально ребята хорошо играют, стреляют, двигаются. И, безусловно, ну, это приятно наблюдать. Особенно, я же говорю, что учитывая то, что у Virtus.pro было в последнее время, просто все плохо. По крайней мере, они играют раза в три, в два быстрее, чем они делали это три месяца назад. Быстрее принимаются решения, быстрее вообще двигается команда по картам. И, ну, в частности, сейчас на мираже это просто шикарная какая-то игра была. Ну, скажем, что не пошло, да, вот, где-то у Pro100, и где-то... Ну, тут просто и летит, ты видишь, что просто Snux творит. Не ощущает. Это просто уничтожение какое-то. Просто уничтожение, ретейк 5 в 3, чистейший, ни одного минуса от просто в этом раунде. Кинзор сейвит Дигл, в этом не так много сенс, смысла, и 15-4, и что просто 11 мапчпоинтов. Что это вообще такое? Я хочу услышать развернутую аналитику от наших замечательных аналитиков. Так, внезапно. Внезапно, наверное, вас... Достаточно развернут. Нет, ну, да, уже совсем чуть-чуть у нас осталось. Ребята, у вас будет время, вы выйдете на этот... Ну, кстати, у нас возвращается возвращение блудного сына, который отсутствовал один день. Тренер. Тренер команды Моу Спортс. Так, ну что, про 100, последний выход, возможно, последний раунд в этой карте. Ну, тут три игрока их уже принимают, смотри. Стоит три игрока, два в планете, один в шарта и... Жаль, жаль, очень-очень жаль. Так хотелось сегодня... Вот первая игра у нас удалась, Саша, так я от души покричал. А тут вот, ну, не пошло, не пошло. Кстати, у нас с тобой какая-то тенденция, я тебе скажу. Мы с тобой комментируем, у нас тут одна катка нормальная, а вторая в салат. Вот у нас всегда первая карта не идет. Я заметил, что уже третий раз мы с тобой комментируем, и такое происходит еще вот с предыдущих чемпионатов. Так, 4.15, 60 секунд до конца раунда. Просто сейчас пока просто отстаиваются, не знаю, обсуждают, решают, и, по-моему, мы зависли. Да, тут уже, ну, наверное, закончился матч, друзья. Неизвестно. Скорее всего. А, у нас connection problem, ага. Я понял. Хорошо, хорошо, друзья. Матч закончился или нет? Давайте вот узнаем у наших режиссеров. А мы не знаем, нам сейчас скажут. Либо они там еще будут 2 в 5 доигрывать ситуацию, при счете. ВП выиграли, да. То есть, как бы, у нас мы, к сожалению, раунд не досмотрели до конца. Там просто кто-то психанул, и упал интернет, возможно, где-то там. И просто, ну, просто Сеня сгорел. Так.